Традиционно начинаем с анализа и обзора ситуации на фронте. Военный паблик Дипстейт сообщает, что у России на фронте новое продвижение в направлении Торецка. Бои, судя по всему, идут на подступах к поселку Северное. Шумы, как сообщалось ранее, уже захвачены. Также россияне продвинулись на Угледарском направлении, южнее Константиновки и в сторону Водянова. Ранее Генштаб сообщал об активизации российских войск на этом направлении. Очевидная цель этих действий – отрезать Угледар с севера. В общем и в целом, как вы оцениваете ситуацию на фронтах российско-украинской войны? К сожалению, продолжает усугубляться ситуация на направлении Покровском, о котором вы говорили. Там идут бои, чтобы выйти со стороны противника к Константиновку. Это такой у нас хап логистичный, дороги с ним связаны. А южнее Курахова, южнее Марьинки, безусловно, как раньше и предполагалось, они создают условия для того, чтобы фактически изменить ситуацию вокруг Угледара, который они уже месяцами и с прошлого года не могли взять, и в лоб с флангов. И теперь, как бы, реализуют с военной точки зрения предсказуемую ситуацию, значит, нанести удар с северо-востока, это так, фланг и тыл, и таким образом нарушить вот эту систему обороны вокруг Угледара. И здесь, к сожалению, ситуация усугубляется. Кроме того, есть отдельные, месяцами не получалось в районе Купянска, то есть, ну, в принципе, сорвался их план захватить в Овчанск, и здесь тоже над нашу группировку Купянск-Купянск-Узловой зайти с северо-запада, с другой, как бы, стороны, потому что, значит, наступательные действия с северо-востока и с юго-востока не удавалось. Но так или иначе, в районе Сен-Кирки они продвинулись вперед незначительно, но и продвинулись. То есть, поняли, что с харьковского направления ждать, в общем-то, нечего. Там за последний момент удалось после снятия запретов нанести серьезный удар группировки на территории Российской Федерации, там, якобы, процентом до 90 тысяч, которая готовилась нарастить усилие на харьковском направлении. Значит, это было сорвано. И поэтому они сосредоточились в Купянске, Купянск-Узловой принципиально считают эти позиции, решать вопросы вот с этих направлений, и там частично на тактическом уровне продвинулись вперед. Кроме того, значит, работена серая зона, наши, так сказать, и попытки зайти ее, как бы, захватить, отбивают огневым поражением. Вот ситуация такая, но в остальном, то есть, это наиболее напряженные, такого рода участки боевых действий, которые говорят о том, что стабилизация, к сожалению, на направлениях Покровского и Кураховского, наиболее сложные, пока не удается произвести силам обороны Украины. Также Депестатин сообщает о том, что российские войска заняли селу Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретина и приблизились к трассе Покровск-Константиновка. До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Правда, за несколько минут до начала нашего стрима в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерала Харунжева Марка Безручка сообщили о том, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности. Речь идет о том, что враг занял значительную часть населенного пункта, но не всю. Да, то есть бои идут, вообще городские бои в условиях городских это очень тяжелые, затратные бои. И, конечно, наши пытаются использовать любой населенный пункт для того, чтобы ослабить потенциал наступательный, сбить вот этот импульс со стороны противника, даже на тактическом уровне. Но пока окончательной цели достичь в этом смысле не удается, потому что необходимы ресурсы и резервы, которые, скажем, даже на тактическом уровне нам порой собрать не удается. Для этого нужно вооружение техники. С боеприпасами ситуация улучшается, то есть есть позитивный процесс, и работает и чешская инициатива, и спасибо американцам. Значит, они понимают, что европейцам, в общем, всем, кто в этом участвует, и уже вот такие цифры в соотношении 10 к одному, они меняются. То есть в наиболее тяжелых направлениях удается снизить вот этот разрыв до 5 к одному, 3,5 к одному. То есть здесь вот такое и важно принципиально, чтобы выйти на паритеты в обеспечении боеприпасов, даже на то количество свольной артиллерии, которые есть, поскольку еще раз надо напомнить, что со стороны сил обороны Украины 80% плюс-минус наземных целей уничтожает именно артиллерия. Поэтому ее вес трудно переоценить, и в том числе в тех оборонительных действиях, которые происходят и о которых мы с вами говорим на Востоке. Что касается прорыва российских войск на Торецк, Марьяна Безуглая на своей страничке в Фейсбуке написала, что во время наступления российских войск руководитель Восточного фронта генерал Содаль пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе. Но мы привыкли к тому, что Марьяна Безуглая критиковала и прошлое военное руководство, делает она и сейчас, критикует действующее, опубликовала соответствующие фотографии, она на своей страничке в Фейсбуке утверждает, что господин Содаль якобы пьянствовал в Одессе. Что вы об этом думаете? Как бы ни было сложно и тяжело, однако нам надо помнить, что все это происходит во время войны. Поэтому вот в борьбе за правду, которую хочет показать госпожа Марьяна, надо не терять чувство меры, даже если это соответствует действительности, и не дестабилизировать ситуацию дольше, с одной стороны. С другой стороны, мы помним историю Стищенко, когда депутат, ну и многие другие. То есть это не лучшим образом, это играет на руку в информационной войне очень важная составляющая широкомасштабной войны противнику. Я не заподозриваю Марьяну Безуглу в том, что она как бы на противника, однако такого рода характеристики и посылы информационные здесь только в негатив. Но, значит, надо иметь в виду, что если... То есть это надо перепроверять, причем проводить расследование на серьезном уровне и структура. В государстве есть такие структуры, которые не зависят от того, чтобы на это можно было влиять, на необъективность этого факта со стороны начальников, сослуживцев, генерала и так далее. То есть здесь надо знать правду. Очень тяжелый период у нас, и поэтому никому от простого солдата до генерала... Генерал, по большому счету, это солдат, занимающий очень высокий уровень. Если переводить с римского часов времен, скажем, то генерал, который управляет тысячами солдат. Вот, да, и сам является, должен, так сказать, солдатом высокого уровня. Поэтому ответственность очень высокая у генералов, и все они себя должны соответствующим образом. Поэтому это надо перепроверять. быть здесь прадивом, как бы не было сложно, и отработать, как бы, ответственность будь кого, и солдата на фронте, и генерала на фронте. А ошибки имеют место и у тех, и у других. И ответственность, особенно в условиях широкомасштабной войны, и в таких тяжелом состоянии, которые у нас сейчас на фронте, должны, безусловно, нести все и в полной мере. То, что делает госпожа Безугла, то, чем она занимается, это действительно может быть борьбой за правду? Это, скажем, искаженная форма борьбы за правду. Ну, я уже свою точку зрения на этот счет изложил. Да, наша последняя революция, она была за справедливость, за гидность, борьбе за правду. И мы ее должны реализовывать дальше. Такой принцип и подход. Но это не значит, чтобы это делать таким образом, чтобы из себя делать, правда, искательницу. А с другой стороны, очень существенно вредить информационной обстановке, информационной войне, которая является важнейшей частью широкомасштабной войны. То есть здесь надо, как никогда, в таких условиях быть продуманной, выдержанной, безусловно, объективной. Ну, а тем временем начальник штаба АЗО Богдан Кротеевич подал заявление в Государственное бюро расследования на украинского генерала за совершение военных преступлений. Имени генерала он не назвал, но сказал, что написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного боевого генерала, который, по моему убеждению, по убеждению Кротеевича, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. И говорит, что сперва пытался донести информацию о действиях генерала вышестоящему начальству, но большинству, уж извините, цитирую дословно, похер. По словам Кротеевича, в Украине судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей. И заявил также, что военные сейчас понимают, о каком человеке он говорит, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает. Но это достаточно серьезное обвинение, согласитесь. Конечно. Плохо, что здесь. То есть мы видим, опять-таки, борьба за правду. Сама по себе это хорошо. Не буду повторяться, там, значение правдивости от революции нашей и дальше в этой войне. Это очень важно и нужно. Плохо то, что, ну, в соответствии с действующим законодательством, насколько я тоже выникал в эти обстоятельства, как вел себя этот офицер, он пытался решать эти вопросы в рамках служебных. Не получил разрешения каких-то своих этих вопросов на это и был вынужден выходить там на ДБР и так далее. То есть, ну, вот, к сожалению, сложилась такая ситуация, что не было реакции. А в военном деле, вообще в жизни, в военном деле особенно, реакция на будь какое обстоятельство очень важна. И поэтому, ну, например, я более чем уверен, что российская пропаганда и действия Марьяны и этого офицера поднимает на щит, показывая, что делается в наших вооруженных силах, что они, да, не способны противостоять, они разваливаются и намагаются осуществить подрыв этот изнутри. Поэтому здесь, на мой взгляд, разрешение, опять-таки, в объективной оценке этой ситуации, ну, и, конечно, это очень высокого уровня, наверное, значит, действия, и поэтому требует принятие решения высокого уровня посадовых особ. А оставлять это так уже невозможно, да и не надо было бы. Надо просто продумать, как, если будут возникать где-то какого-то рода вот такие обстоятельства, как их преодолевать в интересах укрепления дисциплины и укрепления потенциала сил обороны Украины. Это серьезная задача, и поэтому на разрешение этих обстоятельств на этом примере это должно быть показательно для всех. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, говорит, что на фронте ситуация довольно сложная, и она останется такой, как минимум, еще месяц. По его словам, Армагеддона не будет. При этом Буданов отказался отвечать на вопрос, удержат ли вооруженные силы Украины и Часов Яр. Комментируя вопросы, связанные с мобилизацией, Буданов заявил, что Украина не будет воевать до последнего гражданина. По его мнению, ответом на превосходство России в живой силе являются боевые технологии, в которых Украина стала мировым лидером, заменяя людей на поле боя. Среди таких технологий он перечислил дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Буданов обещает продолжать удары по России с помощью беспилотников большей дальности, но признает, что это пока не критично для России на данном этапе, хотя и считает, что удары влияют на моральный дух россиян. Также он согласился с тем, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны, но они могут повлиять на экономику России и психологическое состояние. Ну а главной целью Украины на фронте Буданов назвал блокирование Крыма с суши и моря, в том числе с помощью разрушения крымского моста, с чего могут, по мнению главы ГУР, справиться ракеты Атагамс. Вопрос только в количестве. По поводу того, что происходило в Крыму, мы с вами поговорим. Относительно крымского моста. Мы же с вами на прошлой неделе обсуждали то, о чем сказал спикер военно-морских сил, господин Плетенчук, и он говорит, что уже крымский Керченский мост по сути не несет того военного стратегического значения, которое было у этого объекта ранее. Он не несет на текущий момент, но в принципе, все равно, даже если на четверть эксплуатируется, все равно это канал логистического обеспечения, это с военной точки зрения. А вот стратегической, по-путински так бы сакральной, не только для Путина он важен, а важен для наших граждан, которые видят в этом очень серьезное явление, которое в нарушении всего и вся, зухвала была построена россиянами, используется. И поэтому, так или иначе, как минимум, надо приостанавливать его функционирование вообще. Я думаю, что это случится в течение лета. Для этого надо будет подобрать соответствующие средства, чтобы вот сейчас, например, не бросить все и все на того, чтобы нанести поражение этому Керченскому мосту, чтобы он не функционировал у нас. Есть, к сожалению, более актуальные вопросы, которые мы с вами обговаривали. Нам надо остановить продвижение противника. Возвращаясь к тому, что еще будет месяц тяжело, это оптимистический прогноз, ну, по оценкам, например, западных специалистов. И зависит вообще эта ситуация от того, насколько быстро и эффективно нам будет помогать Запад по поставке вооружения, техники, боеприпасов. То есть, чтобы изменили американцы, в первую очередь, подход, они уже, говорят, начали выговаривать слово победа совместно с нами до этого два года вообще. Это как бы непонятно с нами до конца, а в чем конец было непонятно. Ну, говорили о стратегическом поражении России. Ну, стратегически, чтобы, значит, Остин на первом Рамштайне говорил, что они видят на первом, я обращаю это внимание, таким образом, эту победу, чтобы Россия была не способна вообще или некоторое время ввести войну таким образом, как это делается сейчас с Украиной. Ну, вот ситуация изменилась, и надо, то есть, чтобы достигать этой победы, надо, в принципе, менять уровень поставок вооружения. Об этом говорят американцы, больше того. Об этом говорят их экономисты. Военные об этом знают, значит, докладывают политическому руководству, политическое руководство пока занимает позицию старую, но потихонечку меняют. Здесь важное слово «потихонечку», к сожалению, нерешительно, невнятно. И это сказывается. Поэтому, возвращаясь к фронту, месяц, это, значит, оптимистично. А так, в общем-то, за лето стабилизировать ситуацию, для того, чтобы это, значит, остановить продвижение, уничтожить как можно больше вооружения техники противника. И, в-третьих, только приступить уже с осени, это в лучшем случае, формированию резервов для деоккупационных действий. Вот такой где-то алгоритм, причем при условии, если американцы изменят качественно оказание помощи нам. То есть, не так, как 225 миллионов после полугодовой паузы, а вот они потом начали меняться за миллиард помощи и уже более серьезное современное вооружение. Вот дальше шаги в этом плане. Снят запреты на F-16 европейский, не американский, не давить на шведов, чтобы они предоставляли гриппин. Атакамсы бить уже не на 100 километров, а следующий шаг хотя бы на 200. Ну, вот такие шаги. Музыка. 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 Музыка.